Здравствуйте, меня зовут Нелли Гизатулина. Вы смотрите новости Туймазинского района на телеканале ЮТВ. Каждую среду в 21.45 мы рассказываем об интересных людях и событиях, произошедших за неделю. Сегодня смотрите выпуски. Во время новогодних праздников в Туймазинском районе родились 19 детей. На межрегиональных соревнованиях туймазинские спортсмены завоевали 16 медалей. В Туймазах провели акцию в поддержку подростка-инвалида. В Туймазинском районе убирают с них более 50 единиц техники. Начнем с коротких новостей. На межрегиональных соревнованиях туймазинские спортсмены завоевали 16 медалей. На турнире по греко-римской борьбе среди юношей туймазинец Нурислам Мухтасимов занял второе место в весовой категории до 97 кг. Молодой человек занимается в спортивной школе номер 2. Тренирует его Дмитрий Франк. Целых 15 медалей заслужили легкоатлеты Туймазинских спортивных школ номер 1 и номер 2 на межрегиональных соревнованиях в Бавлах. Марк Дмитриев завоевал две золотые медали на дистанциях 60 и 400 метров. Марина Хворнова и Карина Минулина заняли первые места в беге на дистанции 60 метров. Четверо юных спортсменов завоевали серебряные медали, еще семь выиграли бронзу. Тренируют ребят Сергей Суханов и Вячеслав Чернов. С 1 по 10 января в роддоме туймазов родились 15 девочек и 4 мальчика. Первый ребенок в 2022 году в Туймазинском районе появился на свет 1 января. В 6 часу утра родилась девочка весом 4 кг. Малышка стала третьим ребенком в семье Хамедулиных из села Кандры. В Туймазах провели ежегодную акцию «Подари улыбку ребенку», организованную в поддержку подростка-инвалида. На этот раз жители пришли поддержать Тимура Шкурихина, имеющего проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Акция организована отделом по молодежной политике при участии волонтеров и других добровольных помощников. Туймазинские подростки поучаствовали в танцевальном флешмобе в состязаниях, в ходе которых дети на перегонки бегали с метлами, прыгали в мешках, на скорость перекладывали искусственные снежки и перетягивали канаты. Победители получали призы. Историю Тимура туймазинцы узнали от волонтеров, которые во время акции собирали пожертвования. Впрочем, многие горожане клали деньги в ящик и коробочки без лишних вопросов. Несмотря на праздники, на уборку снега туймазинские рабочие выходили с самого утра. По словам начальника отдела благоустройства Ирика Шакирова, более 20 единиц техники расчищали дороги и тротуары. 9 единиц снегоуборочной техники управляющих компаний расчищали дворовые проезды. Еще 23 машины убирали снег в сельских населенных пунктах. Работа по уборке снега в Тимуазинском районе ведется круглосуточно, отмечают в администрации. 20 экскаваторов, грейдеров, тракторов и камазов будут нести ночное дежурство, чтобы убирать снежную кашу и гололедицу. Елка желаний исполнила маленькую мечту 15-летнего жителя Тимуазов. Желание Ролана Харисова из Тимуазов исполнил министр природопользования и экологии Башкирии Урал Искандаров. Он подарил подростку смартфон. Напомним, что акция елка желаний всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной» реализуется с 2018 года на всей территории Российской Федерации. Получателями подарка становятся дети-сироты и подростки, оставшиеся без попечения родителей, граждане с ограниченными возможностями здоровья и ребят из многодетных и малобеспеченных семей. А теперь перейдем к основным новостям. На своих страницах в социальных сетях глава Башкирии Ради Хабиров рассказал о планах по реконструкции трассы М-5. По его словам, в некоторых местах она тяжелая. В планах сделать все трассу четырех- или шестиполосным к 2030 году. Мы должны создать те заслоны против невакцинированных людей. Получается, люди должны вакцинированные только в первую очередь допускаться. 2022 год в Башкирии начинается с ограничений, которые перекочевали с 2021. На оперативном совещании в правительстве республики решили с 11 числа вернуть проверки в общественных местах. Начинается естественная миграция людей, начинаются обращения всевозможные фитнес-клубы, театральные учреждения, культурные. Поэтому я понимаю, все устали. Люди прежде всего устали от наших постоянных требований. Ничего. Люди убеждать, работать и систему здравоохранения держать в таком бодром состоянии. Еще в правительстве решили, что в начале 2022 года при помощи вакцинации нужно достичь коллективного иммунитета, о котором говорится с начала пандемии. В первую очередь, сказал Хабиров, работать нужно с районами, которые имеют показатели вакцинации в 70 процентов и отстают от остальных. Нам таким образом осталось до расчетных показателей вакцинировать порядка 200 тысяч дополнительно наших жителей. Поэтому если мы ничего не будем делать, то мы достигнем начала июля. Мы там стояли 1 февраля. Я полагаю, надо стоять 15 февраля, чтобы был так твердо месяц для наших глав муниципалитетов. Еще на оперативке открыто признали. В Башкирии недостаточно коммунальной техники. При этом тяжелее всего Уфе. Городу положено иметь 2432 единицы техники. Но по факту есть только 528. И не каждая машина на ходу. 404 единицы используются в зимнее время года. Средний процент износа коммунальной техники составляет 75 процентов. Фактически на сегодняшний день из 404 единиц в рабочем состоянии находится 327 единиц. 77 требуют ремонта. 130 единиц техники на сегодняшний день простаивает из-за неукомплектованности штата водителей и рабочих для ручной уборки улиц по причине низкой заработной платы данной категории сотрудников. Поправить ситуацию в Башкирии и Уфе можно при помощи 10 миллиардов рублей. Столько нужно для обновления парка коммунальной техники. Но выделить получится только чуть больше 1 миллиарда. Мы прекрасно понимаем, что выделить 10 миллиардов из бюджета республики одномоментно в сегодняшних финансовых реалиях невозможно. Поэтому республикой предусмотрено выделение 1 миллиарда 432 миллионов рублей на приобретение техники в 2022 году. Министерство предлагает направить данные средства на поддержку муниципальных образований. На совещании сразу же решили, как будут покупать технику. До 20 января муниципалитеты получат деньги. До 30 марта завершится конкурсная процедура. До 1 мая поступит летняя техника, а до 1 июля зимняя. Но еще не хватает тех, кто будет работать на новых машинах. По нормативу численность работников по содержанию уличной дорожной сети должна составлять 7302 человека. Тогда как по штату в Уфе предусмотрено всего 2434 человека. А фактически работает 1638 человек или 67 процентов от штатной численности. Повторюсь, не от норматива, а от штатной численности. В завершении темы Хабиров разделил обязанности. Новая техника с руководства республики, а привлечением новых водителей и дворников займутся власти города. Решить вопрос с механизаторами им нужно за две недели. Егор Полторыхин, телеканал ЮТВ. Озеро Кондраколь, второе по величине озеро в Башкирии, расположенное в Тумазинском районе, пользуется неизменным спросом рыболовов. Что удалось поймать во время зимних каникул? Расскажем прямо сейчас. В новогодние праздники рыбаки почувствовали вкус настоящей зимы. Собрали снасти, приманки, удочки и отправились на реки и озера. Излюбленное место рыбаков – озеро Кондраколь. Михаил Яшин – рыболов с большим опытом. Зимой белебелец ловит на мормышку, но для начала пробуривает несколько лунок и засыпает промаху. Через полчаса волшебная смесь начинает действовать. Для меня это удовольствие. Поймал рыбу – не поймал. Это провождение времени на свежем воздухе. Вот морозно. А мне приятно побывать на рыбалке. Зимой больше нравится, потому что летом меньше времени получается на рыбалку. То есть есть огород, свои дела. Работа была. Сейчас пенсионер может побольше времени будет. Но зимой мне больше нравится рыбачить. В конце зимы лед Кондраколя буквально усеян рыбаками. Их здесь сотни. Многие доходят до середины озера, а это немалое расстояние. Декабрь-январь для зимней рыбалки – период глухозимия. Толстый лед, трескучие морозы и отсутствие клева. Не помогают даже самые изысканные наживки и приманки. Сегодня приехал на леща, но в основном сегодня попадается ерш. Я люблю на окуня. Но сейчас время клевого леща, поэтому приехал именно на леща. Лещ, конечно, это такая трудоемкая рыбалка. Здесь 15 метров глубина. Это пока опустится мормышка, пока поймаешь этого леща. Еще вытянешь, не вытянешь. И такое бывает. Михаил на рыбалке сегодня с 11 утра. Улов не самый большой, но наш герой не унывает. Из ершак получаются лучшие уха. Место для рыбалки наш герой выбирает уже профессиональным взглядом. В разных местах рыбачу. Кондрыкуль, Канлы, Кутуе, Старошахово, Ермикейское водохранилище. Щука была у меня на 10 килограмм. Она была метр тридцать в длину, двадцать пять в ширину. Это было лет пять назад. В Кондрыкуле вводится больше десятка видов рыб. Щука, оконь, сик, линь, лещ, плотва, красноперка, карась, налин, ерш, пескарь, верховка, ясь. Кроме рыбы, благодаря чистой воде, в озере вводятся раки. Ну, кто не попробовал рыбу свежевыловленную, тот не поймет этого. Покупная рыба совсем другая. На сегодня это все. Спасибо, что были с нами. Смотрите новости Тимазинского района каждую среду в 21.45. Повторы в пятницу в 8 утра и в воскресенье в 21.30. А если вам есть о чем рассказать, пишите в нашу группу ВКонтакте, телеканал ЮТВ Тимазинского района. Всего доброго и я желаю вам только хороших новостей. Субтитры сделал DimaTorzok